День друзей. С таким названием в Малаховской школе-интернате для слабовидящих детей прошло празднование Международного дня Белой Трости. Символа слепого человека. Мероприятие призвано помочь детям с проблемами по зрению адаптироваться к нормальной жизни. У слепого, слабовидящего ребенка нет эмоций на лице. Мы стараемся пропустить через сцену, чтобы, во-первых, ребенок был коммуникабельный, чтобы он не стеснялся находиться в обществе, чтобы он мог выражать свои эмоции. Поэтому, конечно, такие мероприятия очень-очень нужны. Это первое. И второе. Эти мероприятия дают возможность нам всем видеть, а детям выступить, показать себя. Праздник призван привлечь внимание общественности к проблемам слепых и слабовидящих людей. Воспитанники школы-интерната показали творческие вокальные и танцевальные номера, большинство из которых были посвящены их переживаниям и борьбе со своим недугом. Доступная среда, она должна быть во всем. Каждый ребенок слабовидящий, слабослышащий, слабоговорящий. Они должны находиться в обществе. И общество должно их принять такие, как они есть. У нас сейчас пока с этим, конечно, проблема. Поэтому такие вот концерты, они необходимы для того, чтобы ребенок мог спокойно войти в общество зрячих. Теплая и дружелюбная атмосфера и несмолкаемые аплодисменты. Своими впечатлениями поделился глава городского поселения Анатолий Рындин, который также принес в дар общеобразовательному учреждению спортивный инвентарь и сладости. Входишь в ваше учебное заведение, ходишь как в родной дом, где нет казенности, а есть тепло, уют, благополучие, ароматный, приятный запах, который доносится из вашей красивой кухни. Здесь учатся наши дети, здесь работают наши жители, и мы с пониманием относимся ко всем вашим проблемам. На праздновании Дня Трости также были представители социальной защиты Люберецкого района, которые тоже остались под большим впечатлением от мероприятия. Они показывают с душой, они душу свою нам раскрывают перед нами, и с такой любовью они говорят, и видно, что они дружат, они любят друг друга, и готовы сегодня на празднике друзей своим друзьям показать все свои таланты. Здесь воспитываются дети со всего региона, а подобные мероприятия проводятся еженедельно. Анна Троян, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение.